Продолжим. Сегодня мы с вами поговорим о конъюнктивитах собак и кошек. Это одно из часто встречаемых заболеваний. Конъюнктивиты у нас бывают различных форм. А что же это вообще такое? Конъюнктивит – это заболевание, сопровождается воспалением конъюнктивы. Это слизистый слой, который покрывает глазное яблоко и переходит во внутреннюю поверхность век. Достаточно часто он встречается у кошек и мелких пород собак, хотя у крупных собак он тоже часто встречается. Различают первичный и... Так, у всех со звуком все хорошо, отлично. Часто он может быть вызван бактериями, вирусами, аллергенами, инородными телами, травмами или другие. Вообще это наиболее часто. Встречаемая патология у домашних животных приблизительно 65-70%. Приходит с данной патологией. В норме конъюнктива должна быть блестящей, гладкой и бледно-розового цвета. Она должна быть хорошо увлажненной. При воспалительных или различных других процессах она становится гиперемированной. Это покрасневшей и кровенаполненной. Вы прям видите, что глаз покрасневший и видны хорошо кровеносные сосуды. Также возможно наличие гнойных и серозных истечений. И обилие слизи. Иногда может происходить разрастание невоидных фолликулов. Все эти процессы ведут к тому, что у животных возникает чувство сухости, дискомфорта. И животное испытывает постоянное беспокойство. Различают первичный и вторичный конъюнктивит. Первичный конъюнктивит происходит при непосредственном попадании инфекции в глаз. Вторичный конъюнктивит развивается на фоне другого заболевания. Чаще всего как осложнение или же в результате перехода с ближайших тканей при механических травмах. Например, мы такое можем наблюдать. Плюс при многих заболеваниях конъюнктивит как раз является именно вторичным. Также он подразделяется на острый и хронический. Острый – это интенсивный процесс с активизацией бактериальной флоры. И при острой форме будут ярко выражены клинические признаки. При хроническом – это длительно протекающий и вяло текущий процесс, который может проходить в течение продолжительного времени. Какие же чаще всего причины вызывает конъюнктивит? Во-первых, есть экзогенные и эндогенные. Экзогенные – это наружные. Это может быть бактериальные, вирусные, грибковые. Конъюнктивы также часто вызваны хламидиями и рикетциями, химическими факторами, физическими факторами или при попадании инородных тел. Очень часто у собак на фоне вирусных и бактериальных заболеваний кошек развивается конъюнктивит, как уже осложнение. Грибковая форма поселяется в конъюнктиве, сильно поражая ее. От грибкового конъюнктивита избавиться будет посложнее, чем от вируса. Часто у животных возникает и аллергический конъюнктивит на фоне неправильного кормления или же на фоне других аллергических реакций. Причем именно при аллергии конъюнктивит обычно будет именно вторичным на фоне других симптомов. При различных механических повреждениях, если у животного на глазу образовывается любая ранка, то это ворота инфекции. Часто всего еще и при химических факторах. Например, у кошек часто при воздействии различных химических факторов развивается катаральный конъюнктивит. Например, при попадании различных химикатов на слизистую. Куда страшнее для животных ожоги. Слизистые, они часто могут привести к слепоте животного, поэтому если вдруг что-то такое произошло, действовать надо моментально. Например, если вы оставили открытую банку с краской или с каким-то растворителем или бытовой химией, то животное будет пытаться в нее засунуть морду. И шанс заработать конъюнктивит будет выше. Также при любых химических факторах есть такой фактор мелких крупинок, которые будут в том числе инородным телом и могут поцарапать конъюнктиву. Опасно для животных и облучение. Например, ультрафиолетовое, оно негативно влияет на животное, поэтому желательно держать животных подальше от источников излучения. Например, если вы дома содержите черепах или других рептилий, то в них обязательно стоит ультрафиолетовая лампа. И она опасна для глаз кошек и собак. Также еще для вашей кошки или собаки может быть опасна ваша гель-лампа. Если кто-то делает, женщины делают гелевый маникюр, то животные тоже пытаются подлезть в нее, посмотреть, и для их глаз это опасно. Плюс еще чем опасно облучение, в том числе это может повлиять на зрение, оно может упасть и в дальнейшем животное может даже ослепнуть. Также есть эндогенные причины при различных системах заболеваний, аутоаллергических и сухой кератоконъюнктивит. Сухой кератоконъюнктивит чаще всего склонен для собак различных низкорослых пород, например, это кокер, спинель, бульдог, вест-хайланд, терьер, шицу, чихуа и мопс. Связан он как раз с нарушением продукции достаточно количества слезной жидкости. В некоторых случаях даже наблюдается полное отсутствие слезной жидкости, что приводит к сухости конъюнктивальной оболочки и раздражению роговицы. Такой синдром сухого глаза можно по-другому назвать. Какие же симптомы мы можем наблюдать? Во-первых, на первом этапе мы часто можем наблюдать обильное выделение слезы. Дальше замечаем покраснение конъюнктивы и воспаление. Животное, кошка, начинает часто вылизываться или же пытается тереть лапами мордочку. Собака очень часто трет лапами глаза, тем самым еще хуже повреждая их, и зачастую тоже обтирается мордой о предметы. Скажите, а у кого кошки и собаки кто-нибудь сам сталкивался с конъюнктивитом своих животных? Напишите в комментариях, пожалуйста. Потом можете наблюдать также боязнь света у питомца. Питомцы часто прячутся в тени, потому что глаза болят. Из глаз может выделяться их сюда от патологического цвета, запаха. А в какой-то момент он может превращаться в корки. Особенно если вы там, например, нашли какого-нибудь котенка на улице с герпес-вирусной инфекцией, вы можете наблюдать, как у него будут засохшие вот эти корки около глаз. Области, волосы в этой области могут тоже выпадать. Причем часто еще с конъюнктивитом бывает, например, у вас там собака содержится в вольере, и там очень сильно пыльно, у вас там песок попадает. И очень часто бывает такая ситуация, что вы замечаете, что у животного развился конъюнктивит. Как правило, конъюнктивит обычно развивается на одном глазу, но он быстро переходит в течение одного-двух дней уже и на второй глаз у питомца. Поэтому если вы заметили, что на одном глазу начались какие-то выделения, необходимо хорошо обрабатывать уже оба глаза, потому что, скорее всего, второй пострадает быстро. Чаще всего с острой формой вторичного конъюнктивита наблюдается он у животных молодого возраста и в основном он наблюдается у кошек. Зачастую, например, при кошачьем ринотрохиите, который у нас относится к группе герпес-вирусов, мы можем заметить развитие вторичного конъюнктивита. Также он может возникнуть при кальцивирозе и других бактериальных инфекциях, например, те же хламидии или микоплазмы. У взрослых кошек, так как инфекция протекает вяло, то конъюнктивит обычно имеет уже хроническую форму в рецидивирующем конъюнктивите. У собак они все-таки менее чувствительны к вирусной форме, чем кошки, но тоже часто встречаются. Какие же вообще не по симптоматике, а по клинической картине? Какие же конъюнктивиты бывают? Это катаральные конъюнктивиты. Это конъюнктивит с ярко выраженным покраснением слизистой оболочки и отечностью. Также происходит выворачивание века. Вследствие повышенного слезотечения на мордочке у животного вы можете наблюдать мокрые дорожки. Животное испытывает боль, часто умывается, трет лапами область глаз, испытывает дискомфорт постоянно. Нет, смотрите, когда на одном глазу начинается конъюнктивит, он тоже не начинается сразу на двух глазах. Конъюнктивит в 60% случаев начинается только на одном глазу. Хламидиоз, смотрите, что при микоплазмозе, что при хламидиозе, конъюнктивит будет как вторичное заболевание, оно будет как, можно сказать, такое дополнительное. Помимо самих хламидий, при конъюнктивите отказываются, да, в том числе при конъюнктивите у животного может происходить отказ от корма. Не всегда бывает, что животное, кто-то из животных становится вялым, кто-то пытается прятаться, но при этом не все отказываются от корма. Влажный может есть, но бывает, что идет... Ну, влажный для них всегда будет привлекательный, поэтому даже когда животное болеет, вероятность того, что оно будет отказываться от влажного, ниже, чем от сухого. Сухой для них не настолько привлекательный. При катаральной форме животное испытывает боль часто. Если это кошка, то она часто умывается, если собака, то она пытается тереть лапами область глаз. При катаральном она может также затрагивать как один глаз, так и оба. Причем именно катаральная форма, она наиболее безобидна и легко лечится противовоспалительными каплями. Гнойный конъюнктивит характеризуется обильным образованием мутного зеленоватого кноя. И появляется он в уголках глаз, может появляться и по всей поверхности глаза. При отсутствии лечения процесс усиливается, и при поедании сухого... Смотрите, если у кота при поедании сухого корма текут слезы, это, скорее всего, можно отнести к аллергической форме конъюнктивита, потому что он есть еще аллергический. Скажите, а вот у вас слезы, где слезные дорожки текут, они какого цвета у кота? Прозрачные или же они такие там коричневатые? И какой корм? С чем корм? Появляется неприятный запах, веки отекают и слипаются, шерсть вокруг век может выпадать. При гнойном конъюнктивите у животных наблюдается слабость, повышение температуры тела, светобоязнь. При фолликулярной форме, для кошек это наиболее тяжелая форма конъюнктивита, наблюдается, так же, как и для собак наблюдается, воспаление лимфатических фолликулов, которые находятся в конъюнктиве, и у животных выпячивается третье веко. Процесс патологически развивается достаточно медленно и появляются незначительные выделения. При осмотре слизистой оболочки глаз на внутренней поверхности века вы можете увидеть такие скопления темно-красных фолликул. Такой конъюнктивит мы не лечим в домашних условиях. Это только в ветклинике. Иногда бывает, что показано удаление третьего века. При запущенных формах хирургического, возможно, придется удалять. Паранхематозный конъюнктивит. При нем свойственно сильное опухание века, обильное выделение серозно-слизистого и гнойного эксудата и также светобаянь, как и при других формах конъюнктивита. Конъюнктива будет сильно отечная и покрасневшая. Также она может выступать за пределы глазной щели. Гнойные стечения будут постепенно засыхать и при удалении их может даже возникнуть небольшое кровотечение. Если же не лечить, то животное может потерять зрение. Поэтому в этой форме лечение необходимо. При аллергическом конъюнктивите мы можем наблюдать у кошек и собак слезные дорожки на шерсти под глазами. Скажите, кто-нибудь со слезными дорожками у своих животных сталкивался? Особенно это касается белых пород собак и кошек. У них это часто вы можете наблюдать. Ну и у других аллергиков. Из-за постоянного слезотечения происходит как раз раздражение слизистой оболочки и она краснеет и воспаляется. Из-за этого морда питомца приобретает такой, ну, можно часто сказать, неухоженный вид. Потому что животное постоянно умывается либо же трет лапками глаза. И слезные дорожки через какой-то момент могут такие становиться красноватого оттенка. Вот часто как раз это проблема именно белых пород, собак и кошек. Мы у них это часто можем наблюдать. В отличие от других. Так, сейчас секундочку. Да, йорки, шпицы очень часто... Это не на короткой морду. Поверьте, если у вас появляются эти ярко выраженные дорожки, вы можете даже посмотреть, например, вы там кормили там кормом, грубо говоря, там с курицей или же кормом, неподходящим ваше животное. Если вы убираете корм, даете антигистаминные препараты, ну, и убираете слезные дорожки, то через какое-то время вы можете заметить, что у животного данная проблема исчезла. Вот, поэтому на это не влияет. Ну, если у вас кто, Алексей по породе кот, это тоже как бы зависит. Да, у бархоцефалов чаще будут выделения в области глаз, чем у обычных, там, кошек. Поэтому это у них, да, бывает чаще. Так, сфинкс, смотрите, да, у сфинксов тоже такая ситуация бывает с выделениями. Да, попробовать другое корма, опять же. При поедании корма, смотрите, по поводу корма. Очень часто аллергический конъюнктивит бывает на какой-то компонент корма. Допустим, вы можете даже кормить гипоаллергенным кормом, но при этом животное может реагировать на один компонент. Вот, часто бывает, что некоторые там кошки или собаки, несмотря на то, что в корме содержится, там, ягненок, допустим, рис, который можно, но при этом там может содержаться гидролизат куриного белка, и на него может возникать аллергическая реакция. Поэтому в вашем случае надо, да, подбирать другой корм и смотреть, чтобы корм не вызывал аллергических реакций. Опять же, если... Чаще всего идет диета-исключение. Садятся... Вы сажаете животное на тот белок и на тот корм, который он не ел ранее. Например, это должно быть что-то экзотическое. И уже методом исключения в течение там месяца даете там какой-нибудь там, не знаю... Что из таких экзотических питков? Там страус, грубо говоря, там, со страусиным мясом. И в дальнейшем смотрите, как у вас... Вы понимаете, что животное, например, ему стало лучше, слезотечение ушло, то в таком случае вы уже можете, например, пробовать давать то, что давали ранее. Если снова возникнет аллергическая реакция и глаза снова потекут, то надо дальше пробовать тоже методом исключения. Значит, именно на этот продукт у вас идет аллергическая реакция. А тут кто? Вот ветаптека КРАСП-2. А скажите, пожалуйста, а вы влажным кормом кошку кормите? И производитель один и тот же? А состав какой? По поводу Алексеевича сфинксов, у них очень часто бывают аллергии на корм, поэтому, да, смотрите на белок. Смотрите, на каком белке корм и можете попробовать другой. Методом исключения убираю. Но чаще всего, если животное аллергика, это берется либо ягненок, либо индейка. Но смотрите на индейку. Иногда, если у животного есть аллергия на курицу, иногда бывает реакция и на индейку. Можно кролика из таких гипоаллергенов добрать. Так, по вирусному конъюнктивиту он тоже характеризуется серозными выделениями. Они чаще всего жидкие, мутноватые. Обычно это как вторичная форма уже идет при других признаках заболевания. Вызывается он различными вирусами. Допустим, при герпес-вирусе у собаки, при чуме и при аденовирусе. И фиброзный конъюнктивит появляется при различных инфекционных заболеваниях. Может он появляться при лучевых и химических ожогах. На поверхности конъюнктива вы обнаруживаете белые фиброзные пленки, которые вызывают некротические процессы. При крупозной форме они легко снимаются, и конъюнктива под ними будет сильно кровоточить. Поэтому не надо это делать самим руками, только промывая глаза животных. При дихтероидной форме пленки вы снять не сможете, потому что они будут уже располагаться на глубоких слоях слизистой оболочки. В зависимости от формы конъюнктивита будут различные прогнозы. При катаральной форме, чаще всего при острой форме прогноз благоприятный, при хронической уже осторожный. При фолликулярной при острой благоприятный, но возможны рецидивы. При аллергической форме прогноз всегда будет благоприятный, но иногда надо быть осторожным в запущенных случаях заболевания. При гнойной, если вы не доводите состояние до запущенной формы, и процесс не была вовлечена роговица, то тогда все будет хорошо. Если же нет и затягивает, то животное может ослепнуть. При хламидиях, когда это вторичный конъюнктивит, при хламидиозе и микоплазмозе у котят и щенков прогноз все равно будет осторожный. Опять же, если не запускать его. На Грандорф может... А Грандорф с чем? На Грандорф иногда бывают у них слезотечения. Попробуйте другого производителя поменять. Посмотрите на любой другой премиум, супер-премиум класс перейти. А возможно, просто корм не подходит. Такое тоже бывает. Причем, смотрите, когда будете переходить, вы понаблюдайте. Можете... А слезотечения у вас именно прозрачное бежит или какое? Прозрачное. Ну, возможно, да, корм не подходит. Поэтому, если у вас постоянно идет, можно попробовать на натуралку. Но смотрите, если вы переходите на натуралку, опять же, если животный аллергик, значит, смотрим на то, что нет аллергической реакции. По натуралке ее надо сбалансировать для кошек. Натуралка в основном это будет мясо. Все, кроме свинины, потому что свинину кошки плохо усваивают. Это говядина. Если аллергик, то курицу все-таки с осторожностью на нее часто аллергические реакции бывают. Индейка, ягненок, кролик. В небольшом совсем количестве крупы, овощи, это кабачок, брокколи, цветная капуста можно давать, тыкву в небольших тоже количествах, молочку. Но, опять же, если вы даете молочку, то это только кисломолочка нежирная, и мясное кормление не должно сочетаться вместе с молочным кормлением у кошек. Яйцо и дальше по схеме. Не забываем, что при натуралке тогда необходимо дополнительные витаминные комплексы давать, если вы переходите именно сушки. Можно натуралку попробовать? Но с натуралкой не... Грудка почему не усваивается? Куриная? Нет, она усваивается просто с аллергиками, надо осторожнее, потому что у многих кошек на нее может возникнуть аллергическая реакция. Ну и у собак тоже. На курицу у животных часто бывают аллергии. Кстати, еще часто у животных бывает аллергия на говядину, как ни странно. На говядину мы тоже можем наблюдать периодически аллергические реакции. Так. Смотрите, по поводу уевита и конъюнктивита. Чем они вообще различаются? При уевите идет воспаление сосудистой оболочки и идет нарушение кровоснабжения глазного яблока. Он приводит уже обычно к слепоте животных, может быть даже. Как его отличить от конъюнктивита? Так как уевит это воспаление, оно и происходит уевитного тракта, то он может затронуть любую структуру. И вы будете чувствовать, что у животных такой ярко выраженный болевой рефлекс животных будет постоянно пытаться закрыть глаза. И внутренний слой будет помутневший. Поэтому в отличие от конъюнктивита не будет выделений. При конъюнктивите, особенно если это гнойная форма, появляется еще выделение. Но если вы понимаете, что у животных, например, снизилась острота зрения, собака или кошка стали как-то хуже смотреть, вы понимаете. Отсутствие в некоторых случаях в глазу еще будут появляться такие кровяные сгустки. Это плохо, потому что это уже появляется кровоизлияние. Но чаще всего будет глаз краснеть и такое вот именно легкое помутнение и отек роговицы вы будете наблюдать. При конъюнктивите, да, отек будет, да, покраснение будет, но именно помутнение обычно не свойственно. Но вообще, если хотите, мы потом отдельно сделаем еще вебинар конкретно по УИВИТам, чтобы вообще понимать. Можно сделать даже по сравнительной конъюнктивите УИВИТ, чтобы тоже было более понятно. Но вообще их обычно невозможно перепутать, они отличаются. А при УИВИТе, запомните, у вас будет помутнение. При конъюнктивите его не будет. Также, чем еще опасен гнойный конъюнктивит у щенков и собак при различных внутриутробных... Хорошо. Именно какой? Просто про УИВИТ или сравнение конъюнктивит УИВИТ? Или вообще как бы сравнительная характеристика, допустим, глазных заболеваний, которые вот похожие есть? Хорошо. Окей. Учтем. По гнойному... Ну, я вас поняла. Хорошо. Сейчас я тогда себе отмечу сразу, чтобы не забыть. Так, чем опасен гнойный конъюнктивит у щенков и котят? Я вот, к сожалению, не смогла нормальную вам фотографию найти, но здесь более-менее понятно. В результате может развиться такой физиологический анклиоплефарон. Это сращение век, и животное может ослепнуть. Поэтому, если вы увидели его, допустим, у животного... В какой день начнет развиваться такой конъюнктивит у котят? Ну, он при запущенной форме идет. Иногда бывает, что сразу при рождении. Если был гнойный конъюнктивит, допустим, внутриутробный, то иногда котята могут уже родиться с анклиоплефароном. Или с щенки, ну, как бы глаз начинается расстаться. Это уже только... Если сращение не сильно произошло, то тогда это хирургическое вмешательство. Но это часто это как раз идет удаление глаза. Какой же вообще алгоритм диагноза постановки конъюнктивита у кошек и собак? Первое – это осмотр животного и сбор анамнеза. Вы должны рассказать о всех изменениях в поведении своего животного. Также взятие общего и клинического анализа крови. Зачем это нужно? Для выявления степени воспалительного процесса. И опять же, надо понимать, чем вызван конъюнктивит. Если, допустим, вы сдали анализ, и там было большое количество эзина, филов, то это будет характеризовать то, что у животного развивается аллергическая реакция. Взятие смывов с конъюнктива для проведения обследования методом ПЦР. Тут мы можем посмотреть, какая природа инфекции. Бактериальная же, вирусная или аллергическая. Также можно взять еще бак посев глазных выделений на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам. Зачем это нужно? Для того, чтобы проще подобрать антибиотик, который будет работать. Также можно еще, если эта клиника оборудована, то происходит такая процедура, называется биомикроскопия с помощью специального оптического прибора. Это щелевая лампа. Она позволяет за быстрый период времени, это где-то 5-7 минут, обследовать веки конъюнктиву и роговицу. И тоже понять причину происхождения конъюнктивита. По лечению. У подсосных котят может ли быть аллергический конъюнктивит на компоненты материнского молока? Вообще на материнское молоко обычно аллергических реакций у котят нет. На смесь может аллергическая реакция быть, на материнское молоко обычно такого не происходит. На материнское молоко, если там стрептококки содержится, допустим, у животных, котенок может погибнуть, но аллергической реакции не будет. Опять же, аллергическая реакция может возникнуть, если, допустим, в молоке у матери вы использовали антибиотикотерапию. Например, у матери какое-то заболевание, дается антибиотикотерапия, молоко становится токсичным и котят пили это молоко. Опять же, если... Ну, обычно нет. Обычно на молоко не бывает. Но если, да, кошка что-то аллергичное для котят съела, тогда такой момент может возникнуть. Но в целом, именно на сами компоненты материнского молока аллергической реакции не должно быть. По лечениям. Тут только приблизительная схема. Это одна из зависимостей от конъюнктивита лечение будет отличаться. Чаще всего еще для облегчения состояния животного, у которого есть светобаяния, мы в помещении приглушаем свет. Это терапия, например, острого катарального конъюнктивита подразумевает применение офтальмологических капель с антибактериальными компонентами. Обработка проводится несколько раз в день. Это 2-4 раза. Чаще всего капли капают по 4 раз в день. Курс от 5 до 7 дней. Опять же, можно выбрать разного производителя. Можно использовать ветеринарные препараты, можно использовать человеческие. Но при человеческих, сразу скажу, при лечении конъюнктивита у кошек, мы не используем, если это беременные кормящие, то терциклин и ципровед. Из человеческих препаратов для кошек не рекомендован альбуцит, потому что он вызывает очень сильное жжение на глаза у кошки. Поэтому его применение недопустимо. Если же это ветеринарные капли, то это может быть либо ципровед, цифлодекс, например, офтальмосан, может быть, барсовские капли. Ну, как производитель много и капель много. Если же вы хотите использовать человеческие препараты, то в таком случае это будет либо леомицетин, либо ципролед. Он аналог ветеринарному ципроведу, они одинаковые по действующему веществу. Флаксал. У флаксала ветеринарных аналогов не будет. И топрокс тоже у него ветеринарных аналогов нет. Когда мы капаем капли, что мы должны сделать? Во-первых, мы должны зафиксировать питомца. Перед тем, как мы будем капать капли, мы должны лосьоном. Это может быть либо ветеринарный лосьон, либо же это может быть, например, ромашка аптечная, заваренная. Можно использовать физраствор для промывания глаз. Но не забываем, что каждый глаз мы промываем отдельно ватным диском. Для чего это надо? Чтобы с одного глаза... Сейчас против фирусов мы поговорим. На другой у нас ничего не переходило. Дальше указательным и большим пальцем приоткрываем веки. Почему ватным можно? Если это не вата, а ватный диск. Ватным диском можно. Аккуратно. Обычным ватным диском можно использовать его. Не марлю. Можете марлю использовать, можете стерильные салфетки использовать. Можете ватный диск, который вот спрессованный. И можно промывать. И к АПМ. В зависимости от дозировки, количество капель в наружный угол глаза. Можно легонько помассировать веки для лучшего распределения средства. Можно использовать мази. По поводу мази. Тоже сначала мы обрабатываем глаза, потом уже используем мазь. Фиксируем животное перед тем, как нанести мазь. Осторожно открываем глаз и закладываем мазь за века. Смыкаем века и слегка массируем. Дальше проводим такую же манипуляцию со вторым глазом. По поводу мази. Аккуратно проводим процедуру, чтобы не надавливать пальцы на глазное яблоко. Например, тетрациклиновую мазь при конъюнктивите используют 2-3 раза в сутки. В течение 5-7 дней. В зависимости от. По поводу. При гнойном конъюнктивите обычно используются тоже либо капли, либо мази с антибиотериками широкого спектра. Если же у кошки или у собаки наблюдается сильный отек и болезненность глаза, то можно использовать околоклаза либо навокаин, либо ледокаин. При аллергической форме мы что делаем? Во-первых, мы должны убрать источник аллергии. Что у нас? Понять, что конкретно. Ольга, а почему вы считаете, что ватным диском нельзя? Если это на корм, то мы меняем корм, либо же в зависимости от того, если это на моющее средство возникло, то убираем моющее средство. Также мы будем... Ворсинки это если... Смотрите, ворсинки это если вата, а если хорошо спрессованный ватный диск, неразделенный, там нет ворсинок. Нет, смотрите, если у вас спрессованный ватный диск, то никакие ворсинки не попадут. Если он правильно спрессованный, его можно использовать, там ворсинок не будет. Если обычную вату, да, нельзя использовать. Но просто смотрите, если вы возьмете бинт, обычный даже, ну марлевый, у него тоже вот эти ворсинки могут использоваться. Тот же Тобрекс, да, можно и маленьким котятам. Опять же, маленькие вы имеете ввиду новорожденных, или же вы имеете ввиду уже животных, как бы... Какой возраст котенка? Тотрациклинку тоже котятам можно. Ну, как бы только уже, нет, несколько дневным, трациклинку не стоит применять. С малышами вообще очень осторожно надо быть, потому что, в принципе, им большинство не стоит. Так, по антигистаминным препаратам, смотрите, по антигистаминам это может быть либо супрастин, либо может быть тавигил, зертек и другие препараты. Дозировку уже назначает ваш речащий врач. При вирусной форме конъюнктивита мы используем противовирусную терапию и уже в качестве лечения используем тоже противовоспалительные капли. При сирозной форме назначаются инъекционные антибиотики. Опять же, назначение того или иного препарата будет определяться физиологическим состоянием животного и тяжестью его заболевания. Например, при гнойном конъюнктивите, если это антибиотикотерапия, можно использовать тот же цепровет, можно использовать байтри, ламоксциклин, азиметраизм. Реже используется, конечно, тетрациклин, но тоже используется. Опять же, лечение подбирается индивидуально после обследования животному. Если не ровный край века, а в остальном какие-то истечения из глаз, у вас есть инфекциями, животное каким-то переболело, или просто у вас немножечко... И опять же, по неровному краю он виден часто, или же наоборот, вот, ну, только рваный край, а возраст... Ну, не знаю, я не могу сказать, почему байтри нельзя применять, что не так в байтриле. Байтрил широко используется при лечении, и в том числе байтрил используется при лечении... Ну, не скажу, что он токсичный, чем другие препараты, вот честно. Причем байтрил зачастую используется при лечении даже грызунов. Если есть какие-то противопоказания к тому же байтрилу, можно заменить его на аналоги. На обоих глазах рваный край. Скажите, пожалуйста, Инна, а собака, когда щенком, не болела ничем? И как-то на глаза жалуются. Вирусным нет. А чем болела, когда щенком была, если... И по пороге кто? Вот, по поводу байтрила, опять же, если вы боитесь, то его можно не использовать, если как бы... Но я могу сказать, что очень многие ветврачи назначают байтриел, и как бы никаких проблем с ним не испытывают. А у вас 3 века еще не отекшая и не покрасневшая? И оно просто неровное, не свисает кусочком с внутренней части глаза. И после... Плотно прилегает, а после... Не воспалено. А после конъюнктивита оно изменило форму, или оно всегда такое было с рождения? Не обращали внимания? Ну, в целом это может быть и особенностью, но если беспокоитесь, лучше покажите ветеринарному офтальмологу. Если вас беспокоят именно неровные края формы, но если собаку ничего не беспокоит, то, возможно, это и особенность. Но, опять же, если у вас это после конъюнктивита появилось, то лучше показать офтальмологу. Также животным при конъюнктивите необходимо промывать глаза. Для этого надо зафиксировать питомца. Можно смочить марлевую салфетку или же ватный диск в специальном растворе. Это может быть ромашка или календула, но этот раствор должен быть, во-первых, теплый, во-вторых, он должен быть свежеприготовленный. Можно, кстати, еще использовать ромашку с физраствором тоже, но такой раствор хранится очень недолго. Можно использовать фурцелин, можно хлоргексидин, но его необходимо развести с водой. Можно просто физраствор. И с помощью этого мы размягчаем засохшие корочки и удаляем остечение из глаз. Правильно проводить промывание глаза. По направлению от внешнего угла века внутрь к переносице. Перекись, смотрите. У нас во время игры один шинок другому заделал саму кожу. Промывали перекись саму кожу вокруг глаз, так закисли немного. Для глаз не надо использовать перекись водорода. Вообще перекись водорода используется только при механическом очищении раны. Поэтому в области глаз лучше использовать либо хлоргексидин, но, опять же, лучше разведенный, либо даже тот же физраствор. Поэтому перекись в области вокруг глаз нежелательно использовать. Вообще, в принципе, на рану можно не перекись. Проще всего промывать либо хлоргексидином, либо мермистином. Но дешевле получается хлоргексидин. Аляскинский маламут – это хорошо. У нас тоже Аляскинский маламут, поэтому прекрасная порода собак. По профилактике конъюнктивита, что мы можем для этого сделать? Во-первых, не допускать различных сквозняков в доме, чтобы не переохлаждать питомца, поддерживать его иммунитет. Периодически сдавать анализы и понимать состояние своего питомца. Желательно держать бытовую химию подальше от любопытных питомцев. Очень многие питомцы при наличии того же там открытого порошка пытаются полезть мордой в него. Аккуратно вычесывать питомца, чтобы шерсть не попадала в глаза. Чаще убираться в доме, чтобы, опять же, если вдруг у животного появилась какая-то микро-травма, в нее не попала никакая инфекция. И не позволять питомцу контактировать с бездомными, явно больными или же подозрительными животными. Также не трогайте глаза питомца. Когда вы пришли с улицы, перед этим помойте руки и уже только потом лезьте. И вообще, если вы увидели какие-то выделения, в глазах у питомца не надо. Это, как многие владельцы, пытаются грязными руками удалить их пальцами. Возьмите либо ватный диск, либо матлю, смочите ее либо физраствором, либо специализированным лосьоном и обработайте глаза вашего питомца. И не забывайте о гигиене глаз. Опять же, это может быть либо лосьоны, либо раствор той же ромашки, либо физраствор. Периодически надо проводить гигиену глаз питомца. Почему? Потому что мы живем в условиях квартир, в условиях города, в большинстве случаев. И при попадании различной пыли в глазах, в том числе бетонной, может тоже возникнуть конъюнктивит. По данной теме у меня все. Вопросы есть? Готовы ответить.